всем привет сегодня я расскажу о том как я собираю рамки пчеловодные на 145 как известно пчеловожие именно на 145 рамку поэтому применяю я вот такой кондуктор который я сделал только что за несколько минут здесь нет ничего сложного расскажу чуть позже как я это делал делал но сейчас я покажу как я собственно собираю рамки выставил все боковинки плечиков дальше промазываю клеем надо промазывать или не надо каждый решает для себя сам дальше беру верхнюю перекладину вот такую и вставляю в боковинки вставляться должно от руки руки не вставляется помогаю все собрал беру пневмостеплер и приколачиваю перевернул и дальше также клеем промазываю боковинки гнезда для посадки планки нижней на этот раз когда подогнаны детали хорошо собирать просто приятно да не надо помогать молотком угонять теперь вынимаю держателя и большому счету рамки готовы вот такие получаются рамочки самое главное что достаточно быстро это я сейчас конечно так чтобы показать не затягивать время спешил сейчас вытру клей безусловно тряпочкой чтобы не оставалось но вот такой такой рассказ о том как я сделал приспособление для сбивания рамок кому интересно я сейчас дальше выложу видео о том как я это делал как я изготавливал кому не интересно до свидания но в любом случае прошу вас поставьте лайк или дизлайк обозначить свою позицию и не забудьте подписаться так для создания кондуктора для сборки храма мне понадобится большому счету два типа деталей первая деталь вот с такими размерами это размеры примерно я расскажу сейчас из чего они происходят и вторая деталь вот с такими примерными размерами я взял фанеру к сожалению она у меня не одинаковая 1 15 миллиметров другая 18 но то что у меня было и так четыре детали в двух из них сделано отверстие я расскажу чуть позже для чего это надо и так выглядит это все следующим образом мне надо это собрать вот так чтобы был получилось большому счету коробка на который помещает 10 травок здесь не требуется сверх точности но тем не менее хотелось бы чтобы углы были ровные собирая собирая предварительно на скобы и дальше я просто для себя скручу это еще на самореза это можно делать можно не делать но мне кажется так будет лучше все стандартно засверливаю зенкую и саморежу и так я собрал свое изделие как видите по большому счету эта коробка у которой нету дна которая состоит из 4 детали как я уже говорил 2 из этих деталей имеют прорези размеры примерные это 435 на 120 размер вот этой детали и 405 на 120 размер боковой детали от чего зависит размера сейчас все расскажу есть также еще у меня два вот таких бруска которые собственно вставляются в прорези для этого прорези есть могу сказать сразу что намного проще сделать эти прорези сделать эти и прорези и держателя круглыми свердлом фостнера выбрать отверстие и вставить сюда что либо круглое что имеет постоянное сечение это водопроводную трубу она бывает разных вариаций ну и в конце концов черенок от лопаты самое главное суть вот этих вот деревяшек это когда мы ставим сюда боковинку от рамки она должна сюда заходить свободно и не падать можно конечно расклинивать делать их жестко крепить но я не вижу в этом смысла смысла нет никакого и так соответственно расстояние между вот этим вот бруском ограничивающим и стенкой оно равно толщине боковины рамки у всех наверно по разному поэтому есть вариативность потом следующая длина это расстояние между двумя стенками назовем так передняя и задняя дело в том что этот кондуктор я себе планировал на 10 рамок исходил из того что рамка имеет плечики 37 миллиметров крайне мере так было всегда поэтому я делал 37 сантиметров но и делал 5 миллиметров запас чтобы легко все входило то есть этого у меня 375 миллиметров здесь но ввиду того что рамки которые я купил казались не 37 там 35 и 8 у меня здесь будет зазор что касается расстояние между двумя этими стенками оно должно быть ровно таким чтобы сюда могла залезть но стать свободно рамка которую вы сделаете вот и все других никаких расстояний нет поэтому сами для себя смотрите на 10 рамок на 20 вы хотите сделать на 12 как вам удобнее также смотрите за своими размерами самое главное как я уже говорил что высота у меня 12 сантиметров это обусловлено тем чтобы сюда можно было вставить боковинку от рамок и сама деталь сама коробка она была ниже чем посадочное место для верхней перекладины рамок чтобы можно было свободно работать и после того как мы переворачиваем коробку сама коробка она ляжет на уже готовую верхнюю планку рамок и вы работаем с нижней ну вот не такой уж сложный девайс я безусловно не самого придумал посмотрел в интернете напишу у кого ну понятно что кто-то делает из металла кто-то делает из дерева мне было проще сделать из дерева у кого да это там пасеки огромные там проще сделать какой-нибудь стационар куда можно заложить там тысячу рамок потом несколькими движениями это сбить можно и робота обучить но у меня все проще поэтому спасибо кто досмотрел ролик уже до его финала ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии спрашивайте всем удачи до свидания